К 80-летию Фуата Мансурова Музыка есть музыка. Музыка такая, знаете, неповторимая часть духовной жизни человека. И никакая математика не заменит этого, разумеется. Потому что музыка беспредельно разнообразна. Посмотрите, семь нот, а сколько глубины, сколько чувств, сколько сказочных красот. Профессия дирижера одна из самых магических, самых привлекательных и самых таинственных. Я боюсь, что даже сами дирижеры не смогут ответить на этот вопрос, исчерпав эту тему. И, кроме того, это тайна человеческого общения. Хайкин говорил, знаете, когда впервые выходишь к этому стоголовому дракону, то, естественно, испытываешь волнение. Потому что в первые 10 минут решается вопрос, кто будет хозяином положения. Однажды, работая в Германии, я останавливаю оркестр и говорю, что мне кажется очень странным, что на родине Баха и Бетховена музыканты позволяют себе так произвольно трактовать ритм. Я говорю, что мне очень крупно повезло. Моим первым учителем был ваш соотечественник Отто Узинг. Он меня научил соблюдать вот эти вот... И когда я однажды нарушил, играя там Олегра Пассинаца с Инсанса на велончели, не додержал точку, он меня в ярости прижег в этот палец папиросой. Это оркестр весь... Ах, наверное, это был приятель Гитлера. Реакция была совершенно потрясающая. Оркестр будто подменили. О флате Шакировича Мансурове говорите легко и трудно. Легко, потому что в этом человеке столько дарований, столько необычных свойств, качеств и человеческих, и профессиональных, что как раз трудность заключается в том, вот в какой иерархии их представлять. Может быть, не все знают, что у него первичное базовое образование. Он закончил физмат Алматинского университета. Как? Закончив физмат, становится выдающимся дирижером. Человек с уникальными математическими способностями и фантастическими способностями музыкальными. Значит, его природа одарила чем-то необычным? Вообще не могу забыть фразу, которую Фат Шакирович всегда говорил мне 35 лет назад и сейчас, что дирижирование – это профессия второй половины жизни. Я с этим абсолютно согласен. И когда я вижу молодых людей там 19, 20, 30, все неважно, лесу, стоят якобы крупные дирижеры, я этому не верю. Дирижерская профессия требует определенного опыта и жизненного. Что такое любовь? Я думаю, что увлеченность, увлечение выше, чем любовь. Поверьте мне. Любовь – это комплекс каких-то положительных эмоций по отношению к другому человеку. А вот влечение, иногда бывает, знаете, любовь без влечения. Это страшно. Это просто почти что каторга. Но влечение – это то, что предопределено самой природой. Я знаю, что мама с папой очень любили друг друга. Вот, но на первом месте для него всегда была работа. Вот если бы, может быть, встал такой жесткий выбор между работой и женой, он бы выбрал работу, я точно знаю. Вот, независимо от того, какая там была бы жена. Но при этом, вот, наверное, она для него очень много значила. И то, что вот ее не стало, ей было всего лишь 34 года, когда она погибла в автомобильной аварии, для него это было очень сильным испытанием. Это очень его подкосило. Тогда, конечно, было очень тяжело. Были у меня друзья, которые поддержали меня, может быть. Но я считаю, что просто вот природа помогла мне все это пережить. Это было действительно тяжело. Невыносимо тяжело. Особенно, когда умер сын, это для меня было просто пределом испытаний душевных. Брат очень сильно пострадал в этой аварии. Пострадал гораздо сильнее меня. К сожалению, вот через какое-то время его тоже не стало. Это было вторым ударом для папы. Это было очень болезненным. Я просто помню, как папа потерял вообще всякий интерес к жизни. Ну, что делать? И, знаете, когда я в творчестве встречаюсь вот подобного рода ситуациями, что я иногда не смогу, не могу себя сдержать. Никак не могу. Вот было, скажем, на спектакле «Чего, чего сам». Дали в газете объявление, что требуется мальчику 3-4 лет. Желательно, сообразительнее для выступления в роли мальчика. И привели несколько человек, несколько ребятишек. И вот один был, как я сейчас вспомню, мальчика его звали Артур. Он был такой сообразительный. Он выполнял все, 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 что ему сказали. Ему объяснили, что вот эта тетя по-нарошке как бы твоя мама. Вот она умрет, и ты должен выбежать, крикнуть мамой и пожалеть ее. Ну, результат превзошел в все наши ожидания. Шел спектакль, эта мама закалывается, падает. И этот Артур с совершенно истошным голосом кричит «Мама!» Подбегает к ней, начинает ее трясти. Пальчиками открывает глаза к ней. Но это было непредвиденно режиссурой, понимаете? Лицо мое было полностью, в общем, залито связами. И потом эта сама артистка говорит, я не знал, куда деваться. И вот так вот закончился спектакль. И это было тяжелейшее испытание. Ощущение того, что музыка человека как-то так облагораживает, она его очищает, влияло в каком-то семейном мое формирование дальнейшего. Фон Шахирович, все-таки человек той плеяды, той эпохи золотого Большого театра. То, что привыкли все ощущать и понимать, и представлять, когда возникает слово «Большой театр». Выглядите молодцом. Я стараюсь, выглядит, да? Здравствуйте. Привет. Привет. Как выживаете? Спасибо. Нормально, рад вас видеть. Прекрасно. Помещается. Очень давно не делается. Да. Как там, в Казахстане? Тут живет? Здравствуйте, Мастер. Добрый вечер. Всегда для оркестра любой страны, любого города был шок, его великолепнейший слух. Просто было шоком. Люди не понимали, как можно, допустим, в Стравинского, в Тутином, там, в «Весне священной» второй тромбон сыграл не ту ноту, он останавливает и действительно, то есть вот так оно и есть в самом деле. Мало того, он не только слышит все это, он владеет практически всеми инструментами симфонического оркестра. Когда ему было годика 4 или лет 5, он сидел под столом, спрятавшись там за скатерть, излушал радио, плакал, потому что его вот прошибала вот эта вот классическая музыка, которая звучала по радио. Он просто так чувствовал, так сильно на него она влияла, по таким сильным впечатлениям он от этой музыки был, что, наверное, ему хотелось быть к ней как можно ближе. Я уже где-то работал 40 лет. Мои родители были почти безграмотные люди. Отец был таким бы сторожем, дворником, вот, а мама была сначала партнеркой, она на какой-то там фабрике работала, потом ее пригласили в оперный театр, вот, на должность костюмера. Я из этого костюмерного цеха не вылезал. Моя жизнь так складывалась, что я не выходил из оперного театра. Вот она, эта знаменитая вариация. Хорошо, если сегодня будет мало замен в оркестре. Тогда легче будет управлять оркестром. У нас в нашей семье было шесть сорок детей, но они рано умирали, потому что раньше условия были совершенно иные. Я заболел двусторонним воспалением легких и должен был умереть. И на всякий случай на память меня сфотографировали. Человек, который очень серьезно повлиял вообще на мое развитие, так сказать, на мою будущую судьбу, была наша соседка Татьяна Николаевна Растургуева. Она была женой комиссованного царского офицера. Их, видимо, переселили в Казахстан. Это была так, по тем временам, окраина. Через некоторое время он умер. Но в этой семье было бесценное сокровище. Огромный граммофон и набор пластинок классической музыки. Вот откуда у меня появилась любовь к классической музыке. Там был и Верди, там был и Бетховен, там был Брамс, Лист, Чайковский. Но так или иначе я не выходил из ее дома. И она меня учила французскому языку. И вот представляю себе, шестилетний мальчик говорит по-казахски. Это мой родной язык. Говорит по-французски, но очень плохо говорит русским языком. На Востоке есть такая поговорка. Заговори, чтобы я увидел тебя. И вот когда он заговорил, меня в первую очередь поразила его речь. Изысканная европейская речь. Или скорее речь русского человека 19 века. Что сейчас уже очень утеряны. И сейчас это так ласкает слух, что этим можно наслаждаться как особенным художественным явлением. Русская опера, как никакая другая, завязана на текст. И произносить плохо русский текст в русской опере просто недопустимо. Существует такое понятие культура речи. И если это правило, будем так говорить, не соблюдается, то это наносит урон спектаклю. У меня есть красавицы чутные, Восы, как змей на плечи спускаются, В ночь и черные булагой подернуты, Нежно и страстно глядят из-под темных корей. Что ж молчишь ты? Если хочешь любую из них, Ты вернай. Фот Шакирович дотошно относится к русскому языку, К произношению, Всегда поправляет, учит певцов, Как лучше сказать слово, Чтобы это было грамотнее с точки зрения Такого русского языка, Малого театра, Высокого русского языка. Фот Шакирович, как человек своего времени, Выросший в бывшем Советском Союзе, Как бы лицо этого времени. Вот у него две национальные родины. Алмата, Казань, В каждой из которых он внес музыкальную культуру, В каждой из этих республик он внес огромный вклад. Но на самом деле он стал выдающимся российским музыкантом. И в нем черты европейского музыканта. Казань, Казань. Казань, Казань. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю даже много восточных языков, много обрядов, но я все-таки европейский человек. И моя культура складывается из европейских образцов, идеалов. У Рахманова нет ни одной пустой ноты, ни одного пустого высказывания и ни одной фальшивой мысли в голове. Вот это замечательно. Это очень как-то отвечает моим идеалам. Я на работе очень жесткий, очень требовательный и очень взыскательный. Но в жизни я очень мягкий человек, добрый человек. Потому что я столько горя видел в жизни, что не приведи Господи. Была война, вот папа часто рассказывает, что он видел, как у его мамы пухли ноги от того, что она им отдавала весь хлеб, все, что можно было достать во время войны. И у нее просто со здоровьем уже стали появляться проблемы, а он в это время был подростком. И они бросили школу с сестрой со старшей и пошли работать на завод. Он там работал и говорил, что вместо 200 граммов хлеба, который им был положен, они на заводе зарабатывали по 600. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это «Прощание славянки». И вот мы играли эту музыку, когда провожали 8-ю гвардейскую дивизию генерала Панфилова на фронт. И всякий раз, когда я слышу марш «Прощание славянки», слезы наворачиваются на глаза. Потому что это моя жизнь, история. Мы думали, что мы этих проклятых фашистов разобьем за два месяца. Оказалось, что мы 5 лет не учились. И вот когда я ставил оперу «28 гвардейцев Панфилосов» в Алматинском оперном театре, то я настоял на том, чтобы марш, написанный на казахской теме, был заменен именно на «Прощание славянки». Потому что это живой кадр истории. Все люди, обливаясь слезами, провожали своих родных. Многие не вернулись. Естественно, мой брат не вернулся в спонт. Субтитры создавал DimaTorzok Тишина для музыканта – это все равно, что холст для художника. И вот если этот холст белый, и когда вся обстановка благоприятствует тому, чтобы вы работали благотворно, это тот самый идеал, к которому должен стремиться каждый дирижер. Папа для меня – это в первую очередь и дельвейсы, которые я увидела в первый раз, и мы благодаря ему. Я была маленькая, мне было, наверное, лет пять. И папа меня взял с собой в альпинистский лагерь «Талгар». Подъем – это, конечно, испытание для меня, для маленькой было, но это только еще подход к лагерю. Настоящее восхождение, конечно, начинается выше лагеря. И там я вот увидела и дельвейса, он мне просто показал, сорвал вот цветок и сказал «Вот это и дельвейс». И я увидела такое красивое название, так много о нем слышала, и песни есть о нем. Но вот живой дельвейс, вот именно с бархатными листочками, вот такой треугольной формы, я увидела впервые именно там, в Талгаре. И я не знаю, я больше, наверное, нигде и не видела, потому что это же горный цветок. Здесь во мне равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Когда Висоцкого спрашивал Тебя-то что тянет сюда? Он говорит, романтика горная Он не расставался с гитарой Всегда нас развлекал своим фальшивым пением Я вот каждый раз ему настраивал гитару Я даже не предполагал, что он превратится В такого всемирно известного барда Это действительно гениальный был человек В его песне есть такие слова Лучше гор могут быть только горы На которых еще не бывало Действительно это особая романтика Потом я вам скажу следующее В горах Создается такой, знаете, вот Климат человеческих отношений Такая суровая природа Не позволяет там удерживаться плохим людям Мало кто знает Что он является мастером спорта В области конькобежных дисциплин Он является и мастером спорта В области альпинизма Ему покорились все семитысячники Советского Союза Он является снежным барсом Это звание, это высшая награда, высшее звание Среди альпинистов-высотников Вы понимаете, вот что такое горы? Что такое горы? Срывается, когда лавина Сосны вот в пять обхватов Ломаются как спички Миллионы тонн мокрого снега Срываются с семитысячника И ураганом несутся вниз Сметая все Попав туда человек Вы можете себе представить Что с ним может быть Это один вариант Второй вариант Гипоксия, она влияет На структуру коры головного мозга И человек не всегда правильно и адекватно ориентирован В той ситуации, в которую он попадает И вот эти все неадекватности в горах Они очень опасны Потому что все на восхождение Жизнь каждого зависит друг от друга Все повязаны одной судьбой И одной связкой Парня в горы тяни Рискни Не бросай одного Его Пусть он в связке В одной С тобой Там поймешь Кто такой Он возвращался оттуда Изможденным Я его очень хорошо помню Один раз, когда его привезли на носилках При росте метр восемьдесят Он весил сорок восемь килограмм Потому что он попал в сход ледника И он обморозил себе ноги Вы знаете, что у него ампутированы пальцы на ногах Как он выдерживает эти концерты стоя Это еще особая статья Особый подвиг Ему просто тяжело даже просто ходить Говорить о дирижере всегда очень сложно Потому что это совершенно другая профессия Но для нас очень важно Для певцов Чтобы это был твой союзник Чтобы это был, так скажем Человек твой командир С которым ты с удовольствием пойдешь Так сказать В любой бой музыкальный И вы знаете, что Когда вот Мне предложили Спеть трике Я очень волновался Тем более, когда мне сказали Что Фуат Шакирович хочет, чтобы я пел Дело в том, что я еще Молодым артистом Очень много в Большом театре бегал И смотрел спектакли Слушал И я помню очень хорошо этого дирижера Я помню Он очень требовательный Он очень Такой, знаете ли Как бы Скажем так Старой школы Удивительно Два урока мы всего позанимались Но я нашел какие-то Очень интересные моменты Он нашел, вернее И я в себе открыл Так скажем Которые в трике Я раньше никогда не Так скажем Не пробовал ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В опере все-таки Надо очень Очень любить театр Очень любить солистов Вот это мало Кто вообще из дирижеров Просто на них внимание обращает Потому что считают Что мы там Третий сорт Потому что Ну так как-то уже принято Очень мало дирижеров Которые Ну как-то Хотят тебе помочь Скажем так Потому что Есть какие-то вещи На сцене Которые приходят Только на спектакли Если дирижер Это увидел Почувствовал Значит тебе легче И ты что-то Больше можешь сделать Флад Шакирович Он всегда видит Что происходит на сцене И вот Не то что там Куда тебя понесет Или что-то там Что-то там случается Нет А именно Что ты делаешь В данный момент Вот ты хочешь Ты тебе сделать фирмату Он тебе сделает фирмату Но достаточно такую Элегантную Он всегда тебя поддержит И поймет Что ты тоже музыкант Что ты тоже имеешь право На какие-то Маленькие-маленькие Отступления В то время Хочется страх Должна повиноваться Хочется страх В небесному Муем Увен Отчество Закроса В душу Страх Мучительно, и больно дует сердце. Как будто мы на одном языке, в одну и ту же секунду, в один и тот же момент, как будто мы мыслим одинаково. То есть это совершенно удивительное чувство, совершенно необъяснимое какое-то, как будто телепатируем, так сказать, он в ней, я ему, что хотим, и в итоге получается. Это непередаваемое удовольствие, когда вот такое есть на сцене во время спектакля. Если в опере хоть на минуту становится скучно, значит, надо останавливать спектакль. Ведь публика в оперу является не за тем, чтобы узнать, когда наконец убьет Ленского, а приходит за чувством. Если нет чувства, если нет эмоций, а самое главное выразительного слова, то опере недорога цена. Я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа, но это только любит, ты одна в моих мечтаниях. Я считаю, что он слишком скромно дириживает. Да, он скромен вообще и в быту, он везде скромен, и поэтому слишком скромно дириживает, на мой взгляд. Мы на тему много с ним беседовали, что техника должна быть не только, так сказать, направлена на достижение результата, но все-таки дирижер тоже артист, который и смотрит, только слушает, понимаете, как и здесь. Он как-то, на мой взгляд, недооценивался до этого, так сказать, момент концертности в исполнении именно дирижера. Понимаете, цель не в том, чтобы элегантно дирижировать, делать какие-то красивые движения. Я далек от этого, абсолютно далек. Хотя наш учитель Маркевич, который, собственно, перевернул все мое сознание, отношение к дирижерской технике. Он говорит, вы действительно хотите быть дирижером? Да, хотелось бы, Игорь Борисович. Заклинаю, делайте вашу работу наизусть. Он так карталил немножко. И все, что я делаю, я репетирую наизусть, я дирижирую наизусть. И это создает какой-то, знаете, дополнительный контакт с оркестром. Когда оркестр видит постоянно ваши глаза, а не ваш лоб, упертый в партитуру, это совершенно другой уровень взаимоотношений. Гениальный немецкий дирижер Вильгельм Фортленблер, говорила, что мы дирижеры каждый день должны доказывать свое право стоять за пультом. Когда ему что-то не нравится, он достаточно жестко тоже и так непреклонно выражает свои... мысли и старается добиться от человека то, чего он хочет. Я думаю, что это нормально, потому что мы все же работаем на результат. Алло. Да, здравствуйте. Я иду. Да-да-да. Все, пошли. Я считаю, что его карьера могла быть по жизни еще лучше, если бы он не был до такой степени скромным человеком. Все-таки в нашей жизни надо чуть больше о себе подумать. Он никогда о себе, по-моему, не думал. Никогда. Главное то, что он никогда не стремился что-то получить за счет кого-то. Вот это я знаю точно, потому что это человек, который абсолютно все с первой до последней победы своей одержал сам, благодаря себе. Я сидел на репетиции, слушал репетицию пятой симфонии Чайковского, которую по свидетельствам Богданова Березовского Муравинский дирижировал 196 раз со своим оркестром. И каждый раз он находил какие-то свежие мысли, свежие решения. Вы знаете, вторая часть с ним заканчивается медленным таким затиханием фразы-кварнетов. Ля-ре-фа-ми-ра-ре. И он говорит, обращаясь к оркестру, я не могу вам гарантировать абсолютной тишины в зале, хотя это в какой-то степени должно явиться результатом ваших творческих устремлений. Но вот в этой гробовой тишине вдруг возникает совершенно другая, построенная в другой тонализе музыка, вот этот знаменитый вальс. И вот я не так давно смотрел один концерт по телевизору. дирижировал один молодой человек, который начинает дирижировать. Что было? Тут нельзя снимать, тут надо погрузиться в эту тишину, в состояние полутранса. И вот в этом положении вдруг возникает музыка. Представляете, ре мажор и ля мажор, это вообще почти несовместимые вещи, а тем не менее они так вот тесно-звездные. И что он сделал? Он вынул платок, вытер поцалба, шею свою там вытер, потом спрятал платок, потом взял палочку и сделал там раз, два, три. Это ученический оркестр. Так не должно быть в принципе. Каждый жест дирижера должен выражать какую-то очень... ну, мысль хотя бы. Папины ценности – это любовь к работе, любовь к людям, любовь такая деятельная, не на словах, любовь к жизни. Пожалуй, самое главное. Все, что он воспринимает в жизни, он настолько как-то глубоко переживает, и он видит жизнь очень как-то вот многогранно, нестандартно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Он созидатель по своей генетической сущности. И таких людей не очень много, но они есть и дают возможность, глядя на них, ориентироваться всем другим, потому что это не предмет любования, а это предмет соучастия и подражания для того, чтобы тянуться за такими людьми, чтобы быть на них похожими. Я должен был верить судьбу, что у меня такая профессия, долгоиграющая, и дирижер, чем он старался, чем он лучше. И потом мы всю жизнь учимся с тобой. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Помните эти слова? Вот. Я всю жизнь боролся. Я мечтаю о том, чтобы на старость лет была такая жизнь, таки творческая, потому что загаснуть трачное время, закиснуть, это не самая лучшая перспектива. Хотелось бы, чтобы была какая-нибудь работа, которая оставила бы след. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...